здравствуйте уважаемые дамы и господа мы продолжаем наш тренинг по хиджами в данном случае да вот мы все подготовили уже для хиджамы на ноги сейчас ставим на ноги до банки подготовили да вот лезвие специально сделали вот она за самолет не беремся до лежит пока дополнительно на нашей ватке сейчас нам надо создать гиперемию на ноге это может делать чем угодно любыми средствами ну например палочки до бамбуковые кривойские палки жрать нам в арсенале массажиста должно быть много разных инструментов снизу вверх если надо с внутренней стороны немножко подгибаем по-быстрому потом в эту сторону разворачиваем из боковой стороны проходимся не бойтесь снимков не останется если вы все равномерно пройдет если у вас палок нету потом мы сделаем тут можно заранее поработать видеть что видны вот цветы от нашей обработки да и вот вениками кончиками да ну в арсенале массажистов есть разные например можно скребком выполнится звезды например годичную зону если видите я веду по лимфа током паховую зону немножко извините тороплю чтобы видео не было слишком длинным да вот она создается гиперемия покраснение заметно нормально по ощущениям то есть у меня вот скребок держу вот эта часть сюда чтобы соблюдать форму объемов тела так ну или делаем ручной массаж или баночный вакуумный массаж показывать буду конечно с одной стороны чтобы чтобы экономить время то есть достаточно быстро массаж вы делали вороженскую попку тебе сделано с одной стороны со второй пусть обвисло ну раз девушка просит сделаем давно потом чтобы не на видео показать цель наши не массаж показатель показать именно как ставятся банки вот берем банку среднего примерно диаметра до что больно не было больно подкачаем 1 девушка бросит как терпимо так да вот эффект сразу видно на лицо вот то есть на попе эффекты на попе сразу виден ну соответственно смотрите чтобы банка была вообще тяжело конечно до 2 без заусенцев до проверяйте дай бог не поцарапать человека далее нас интересует зона именно вот подколенная дает нас гибель там психически узлы находится поэтому их сильно передавливать нельзя делаем у них не сильно терпим вот это снаружи с идеальной зоны вот уже заметно да розовый хороший поросячий оттенок такой извини как этот как здоровый румянец на всю ягодицу да это поздравляю со здоровым румянцем хорошая работа да вот здесь я провожу смелость даже через вот эту зону с остатками теперь ставим банки ну можно ставить если вы там не знаете ничего да хаотично но лучше все таки это делать красиво и по ходу седали что у него вот начинаем сверху да самое место где вот от крестца начинается да вот зона большая где грушевидно мышцы идет все дальше нерв обязательно банку здесь ставим начинается дальше нерв дальше он идет по середине по центру да ставим по центру банку не давать она просила симметричность да или надо ноги показать чтобы сфотографировать но мы только сейчас показываем просто демонстрации подожди не торопись потом с тобой поработали девушки не хочется прям хочется и прям в бой сразу большие банки по центру получилось сюда так вот осталась одна большая банка а две две все нормально две да тогда ставим еще вот здесь можно сбоку да можно поставить большую лампу отсюда нет пониже пониже наоборот у меня там тоже целлит а на целлит но это потом покажем просто у нас банка граничного количества да поэтому ну вот даже смотрите 24 банки я говорю да и то их не хватает иногда так здесь получается идут здесь мало присосали вот с этой стороны ничего снизу 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 девушка просит присосать значит присосим вот другого диаметра банки пошли да значит можно поставить вот здесь вот с боков все начнем тут раздваивается да один где-то так немножко сбоку так можно вот если видите мы подготовили положили уже эти салфетки чтоб кровь стекала или вот такие пеленки можете положить в данном случае мы использовали попроще подешевле как бы вариант салфетки и пакетик в целлофановый да полицемяновый значит по ходу не было что там масля не хватило вообще не было если больное колено ставим вокруг колена соответственно отеки тоже ставим сюда отеки хорошо уходит буквально после первого сеанса так две баночки оставим про запас и вот у нас остались маленькие баночки до держится вот так поставим здесь до банки такое дело что приходит за ними постоянно сидеть кто присосутся тот сосутся главное чтобы на пол не падает иначе может разбиться вот здесь поставим ваннок осталось крайне мало буквально вот маленький осталось поставить здесь здесь есть масло смотрите либо неплохой либо брать другие банки где я не с выемкой такой есть специально под вот такие зоны круглые вообще не держится да ну ладно здесь не будем ставить держится хорошо держится так и а вот еще баночка остались можете зафиксировать на фото сейчас еще делаю так и вот две отдельные банки оставили именно для вот этой зоны сложно такая здесь нельзя долго стоять банки то есть в целом они должны простоять в минут 10-15 до чтобы минус не вылез герпес да а здесь мы ставим банки по 2 минутки вот основная работа какая-то не больно здесь прям на складку прямо на них узлы вот теперь вот сфотографируйте зафиксируйте без меня подождали примерно можно одну минуту подождать сейчас ускоренно показываю те банки которые сосали подсачиваем следите за ними такая работа что надо за всем следить так стоит 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 минутку прошла отцепляем кстати видите как не симметрично вот видите тут покраснело сразу тут она белая осталась да вот и перемене создается это соответственно там уже не растерли да точно либо может быть какая-то проблема с одной стороны нет проблем и примерно вот надо так раз 20 сделать рассчитывайте 20 раз так ну смотрите тут девушка просила конкретно сбоку бедро дело до можем переключиться теперь циметрии да немножко вот сюда на зону проблемную да вот немножко как бы не симметрично сделать да вот еще подождем немножко подготавливаем спирт или спиртовой раствор 75 процентный ну считайте 20 раз мы сделали да вот здесь теперь мы наносим насечки здесь я с одной стороны покажу до чтобы не бегать вокруг человека значит берем нашу лизию и еще повторяю вдоль тела человека буду делать устанавливать и так чтобы удобно было насекать не больно тебе щекотно щекотно даже да в принципе такое чувствительное место ну давай ладно с двух сторон сразу да второй человек ассистент мне поможет сейчас со второй стороны справляться хотя один человек тоже может справиться старайтесь делать на такие насечки не длинные до примеру по миллиметру нормально вот уже даже выступила кровь где наш пистолет и опять ставим ненадолго по две минутки так пока наступает можем так вот это проблемную зону я еще до надрезать давайте сбоку так чего же пока стремительно сечены на сечем потом продолжим или как сделать или снимаю заранее вот ватка достаточно если филигранное дело да что у вас ничего не так нет ничего не потечет если вы все предусмотреть вот здесь мы тоже чуть разведе так потому что нужно складка получается так делу нас насечки делаем вот на этой зоне да держим быстро быстро если заметить то кожа даже не протыкается только поверхностное очень поверхностное такое вот капилляр на кровь берется щекотно даже да невольно если видите я чуть-чуть мизинчиком придерживая чтобы рука не дрожала папа вот это плохо вот это не следили рядом должно быть ведерко для мусора все держит под контролем так ну вот здесь просто получается прошло две минуты до это банка поставим а с этими банками придется постоянно работать поэтому ведерко ставите с мусором поближе до обратно сразу ставим не торопитесь для видео конечно получился небольшой казус но не страшно ничего не страшно все нормально продолжаем работать значит в этот раз сегодня так надо для этой ноги достает хорошо крепко нам уж покрепче поставим так терпимо может покрепче сдаем их вот видите банки сдулись дай немножко под подсасываем так но вот эти зоны у нас пока еще зреют видите и перемена слабо еще подождем еще минут десять а вот с этими продолжаем работать так демонстрация продолжается вот это вот местечко проблемная проблемная видите даже не протыкаются смотрите за лезьем он касается только может такое ощущение как у комарика наверно да комарик кусает я любая нежно да получается даже приятно все две минутки прошло опять снимаем эти банки подкали на чашечку да вот такой вот нюанс у нас в работе и так я вам скажу надо будет проделать примерно раз двадцать спутали на чашечку какая вот у нас особенность так так ну с вами была река лав гудвин да конечно сразу замечу да мы поторопились надо на самом деле работать вы перчатка да особенность какие-то ранки чтобы себя сами не поранили не смешали на кровь с другой крови очень легко получить гепатит таким способом да вич спит и там другие заболевания до через кровь передается их множество да поэтому взяли в перчатках я каюсь каюсь во время не одел не успел в маске в шапочке до чтобы вы не дай бог не чихнули на человека на эти зоны да не волосок с вас не упал до полностью гадаю отцепил вижу полностью гадаю медицинскую процедуру и делаем все чисто и честно по медицинским антисептическим правилам поэтому но прошу вас не корите меня просто торопились да сейчас мы все это будем отрабатывать сейчас у нас идет учебный процесс до отрабатывать уже будем по правилам в шапочках в масках в перчатках в носочках и даже в презервативах опять надо ее заменить можно просто местами поменять да тоже такой способ здесь она кстати вот уже наполнилась здесь хорошо здесь видите даже крови меньше идет с этой стороны местами вот в следующем видеоролике расскажу еще кое-какие нюансы в нашей работе до специалистов массажистов езды хиджамистов но мастер хаджам на самом деле называется да правильно мы проходим тренинг по аль хиджами да аль хиджама приставка аль это научная поэтому мы чисто с научным подходом да именно с правильным медицинским подходом да поэтому вот эти все нюансы они на видео не видны иногда утекают да вам надо быть здесь вот видишь все таки это банка плохая что тут там она держит все все таки что-то на том сниппелем у нее да случилось на поправим сейчас попробуем вот бывают нюансы до вы отказы сыны ничего страшного лучше вам быть здесь вот эту мысль поймаете чтобы научиться все на практике я пошел мыть руки и мы переходим к практическим занятиям с вами был олег алабудвин даю свет даю знания все в массы все мир лучший специалист преподаватель тренер на всем русскоязычном пространстве интернета пока пока дарь